В мире существует примерно 20 тысяч описанных наукой болезней, начиная от лёгкой простуды и заканчивая такими грозными недугами, как, например, онкология или инфаркт. Серьёзную проблему представляет и варикоз, который считается бичом нашей цивилизации, причём как человечество в целом, так и отдельных регионов. В частности, каковы факторы риска, когда надо обращаться к врачу, а самое главное, насколько эффективны современные методы лечения. Об этом всё мы расскажем в следующем материале нашего выпуска. Варикоз — это наша расплата за прямохождение. В этом убеждены специалисты. Встав на две ноги, человек увеличил кровяное давление в нижних конечностях. Среди факторов риска — вес, курение, возраст. Варикоз не грозит тем, у кого со здоровьем всё хорошо. Но у определённого процента людей начинается проблема. Есть клапаны в венозных стенках. Они не дают этой крови туда-сюда, вверх-вниз гулять. Соответственно, варикоз развивается вот тогда, когда нарушается эта функция клапанов, которая держит. И кровь начинает всё-таки двигаться действительно вниз. При этом врачи расходятся в оценках того, какой процент людей сталкивается с варикозом. Однако есть данные, что, например, в странах третьего мира он фиксируется у 5-6% граждан. И наоборот, в Западной Европе, США, Канаде и других разных государствах от этого заболевания страдает от 50 до 80% населения. Поэтому самое главное — своевременное начало лечения. Не надо ждать, когда вены заболят. Когда симптоматика появляется как болевой синдром, это уже осложнение варикозной болезни. И мы вынуждены бороться уже не только с варикозом, но и с его осложнениями. Это тромбофлебиты, которые грозят летальным исходом, смертью. Или язвы нижних конечностей. Тогда мы уже боремся с осложнениями. Современная медицина располагает обширным количеством методик, которые позволяют победить варикоз. Их применяют в том числе и в Тверской областной клинической больнице. Особенно важно при лечении этой патологии соблюсти золотой стандарт, когда всё надо сделать быстро, эффективно и красиво. Хочется отметить методику эндовазальной лазерной коагуляции. Методика полностью амбулаторная. Амбулаторная, то есть человек приходит с заболеванием. Порядка 30-40 минут он проводит в операционной. Через 40 минут пациент полноценно возвращается к самому привычному образу жизни. В Тверской областной клинической больнице успешно применяют эту и другие методики, помогая пациентам даже в самых запущенных случаях. Причём, как отмечают врачи, сюда обращаются люди не только из Верхней Волжи, но и даже из других субъектов нашей страны, поскольку знают, что здесь работает профессиональный коллектив на современном оборудовании. Продолжение следует...